Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбыч. Ну что ж, давненько мы с вами не встречались в записи. Давайте поговорим с вами про пан... Ах, как я их только не называю. Панафриканские, паназиатские, панамериканские, наверное, всё-таки корабли, новую ветку крейсеров и дополнительно, конкретно, про Игнацио Аленде. Это восьмёрка панамериканская, которую можно получить, пройдя боевой пропуск до сорокового этапа. Если вы это уже сделали, то наверняка корабль у вас. Есть, наверное, некоторые вопросы, как на нём играть. И, в общем-то, неспроста, потому что корабль сложный. Но, в принципе, как и всё прочее в этой игре, кроме подлодок, реализовать его можно. Ставим лайки, подписываемся на канал, друзья, если любите самые полезные информационные обзоры по этой игре. Да и не только по этой. Ну, а мы отправляемся. Итак, друзья, если посмотреть чисто визуально на корабль, это американский крейсер. Напоминает он, типа, как бы, Вустера. Ну, понятно дело, что это Вустер для бедных, потому что у него всего восемь орудий. Перезарядка здесь семь секунд. Баллистика американская, а вот пробитие у снарядов скорее даже советское. Очень хорошее пробитие у этих пушек. По лёгким крейсерам выбиваются цитадели просто только в путь. На расстоянии даже 12-13 километров он выбивает. Пушки неплохие, но баллистика, баллистика, баллистика. Что касается живучести, 39 почти тысяч хитпоинтов. Можно сделать больше, если есть командир. Ну и что, в наличии 8-километровые торпеды. Достаточно сильные, но всё-таки 8-километровые. Маскировка 10.2. Хорошее ПВО. Неплохая манёвренность, неплохая максималка, хорошая перекладка руля. И всё это с условием того, что я беру здесь синергетическую установку, а не рули. 35 он выдаёт, естественно, с флажком. Обратите внимание, что я здесь беру. Увеличенная длительность работы радиолокации, точность стрельбы, ускорение и незаметность. Что касается командира, обязательно берите перкарк тревога. Он вас спасёт, поверьте мне, не раз, как на любом лёгком крейсере. Приоритетная цель. В общем, совершенно такая штука на сдачу. Можно брать, можно не брать. Я бы, наверное, даже взял бы скорее ПВОшку. Усилить дополнительный ПВО и пофармить, потому что ПВО здесь работает на 6,9 километров. Но когда будут свободные очки командира, переброшу. Берёте отчаянного. Также мастерство борьбы за живучесть можно взять. Но тоже необязательная история. А вот суперэнтодат здесь вообще вам не пригодится. Далее берёте инвиз. Берёте отличника артиллерии на сдачу. И здесь всякие там ПВО и всякое такое. Но это тоже, ребят, дело, в общем, наверное, с одной стороны полезное. С другой стороны, здесь, я думаю, это в основном рассчитано на активируемый эффект. То есть, во время работы ПВО улучшаются параметры корабля. Время подготовки перезарядки снаряжения на 20%. То есть, ещё быстрее перезаряжает он своё снаряжение. Думаю, это чисто техническая история. Можно обойтись и без этого. Но если хотите, почему бы и не попробовать. Какая основная фишка у новых панамерикана крейсеров в наличии? Во-первых, отсутствие фугасных снарядов. И это, с одной стороны, вроде бы и не страшно при хороших ББшках. Но с другой стороны, на лёгких крейсерах ты понимаешь, что тебе придётся стрелять. Стрелять, чтобы наносить урон. Как бы это ни звучало странновато, да? Как ещё наносить урон? Стрелять? Что за глупости? Нет, конечно, вам придётся стрелять. Это раз. А во-вторых, из-за отсутствия фугасов не получится носить урон пожарами. Собственно, потому что их и не будет. Этих пожаров это, конечно, минус. Далее. В наличии у нас вот такая вот штука. Называется оперативная подготовка снаряжения. Мы обычно привыкли, что при стрельбе с кораблей, а здесь она активируется тоже со стрельбы, обычно как-то это влияет на наш главный калибр. Ну, то есть, там, настрелял хорошо, и потом супер-супер хорошо можешь настрелять. Здесь, кстати, это вообще не так. То есть, схема работы не такая. Вы настреливаете себе. Нужно примерно где-то 5 или 6 хороших накрытий, чтобы она активировалась. Перезарядку вашего снаряжения. То есть, фактически, как только мы заряжаем вот эту оперативную подготовку, допустим, проюзали мы RLS-ку, она ушла в КД, там, где-то 2,5 минуты. Нажимаем эту кнопку, и вместо 2,5 минут КД становится, там, 40 секунд, допустим, приблизительно. Ну, это мы с вами сейчас посмотрим. То есть, очень быстро перезаряжается все ваше снаряжение. В принципе, история достаточно любопытная и необычная, как минимум, потому что вы в состоянии использовать такое преимущество в нужный момент и давать хороший за счет этого урон. С одной стороны. Но с другой стороны, в общем, как я уже говорил выше, для того, чтобы здесь наносить урон, а также активировать любые штуки, здесь, опять же, нужно стрелять. А стрелять на этом корабле не так-то и хочется, потому что, во-первых, это легкий крейсер, причем, в отличие от Кливленда на этом уровне, здесь гораздо более уязвимый корпус, то есть, получить урон здесь гораздо проще. А во-вторых, ну, как бы, здесь еще и баллистика достаточно средненькая, поэтому все это немножко намекает на то, что не такая и простая история здесь набить как раз всю эту штуку на F и вообще, в принципе, набить урон тоже задача непростая. Дополнительный плюс, здесь можно, в принципе, гореть ровно столько, сколько вам захочется, потому что здесь, как вы понимаете, есть супер-супер-хилка. Каролина может перекинуть здесь, что самое интересное. Мы можем гореть вообще прям сколько нашей душеньки угодно, это ровным счетом ни на что не влияет для меня. Можно гореть не перегореть. Все это чудесно отхиливается, хилка дает здесь, получается, ну, в общем, 11 тысяч, я думаю, даже, наверное, и больше может. Что-то, кстати, маловато 11 тысяч показывать. Нет, хилка должна здесь отхиливать прилично тысяч. Ну, если не 30, ну, тысяч 20, наверное, должна. Что еще касается наших с вами бронебойных снарядов, они очень хорошие. Здесь реально хорошие пробивные ББшки, которые дают хороший пробивной урон. Ну, естественно, если они пробивают, это нам надо немножко везения. В нашем случае, вот как только идет хорошее пробитие, здесь вылетает очень хороший дамаг. Обязательно берите вот то, что я беру, ускорение старта на этом корабле, потому что маневренность здесь, в принципе, неплохая. А вот динамики вот этой вот, может быть, вам немножко и может не хватить. Отворачивает у нас противник. Вот как раз к слову о Чапаеве. Давайте-ка попробуем то, о чем я говорил. Попробуем пробить корпус вражеского крейсера. Ну, для этого нам надо будет, конечно, немножко сейчас чуть-чуть постараться попасть по нему. Ну, все-таки политика у нас не Чапаевская, прямо скажем. Чего уж тут говорить. Вот, пошла жара. Вот видите, 13 километров мы пробиваем Чапаева вообще без проблем. Вот, еще цитадель. Ну, в общем, пушки очень интересные, необычные. Такого я, конечно, не видал. Не достанут нас торпеды. Давайте попробуем еще немножко дать урона. Покуда есть у нас такая возможность. Ага, лодка где-то здесь рядом. Не знаю, где конкретно. Наша задача все-таки разобраться здесь, а лодка где-то сзади у меня, да, получается? Окей, хорошо. Давайте мы сейчас с вами попробуем сдать РЛС-ку. РЛС-ка 9 километров, но подлодка здесь не прощупывается с РЛС. Думаю, что мы с вами сейчас немножко пока что повращаемся. Вовремя замечаю торпеды. Не хочу под нее выходить, под торпы не очень. Но ничего страшного, не достаю и не достаю. Мы пока что можем отойти. Мы настреляли 20 тысяч на крейсере. Сбили 9 самолетов. Я считаю, что это очень успешный поход с нашей стороны. И мы сейчас с вами должны немножко перебазироваться здесь, сменить местонахождение. Мне кажется, ошибка просто, скорее всего, возможно, в этом самом моде. Все-таки, по-моему, здесь какая-то небольшая ошибочка в плане количества отхиливаемых КП. Что касается пробития кораблей на эсминцев именно, здесь, конечно, немножко не хватает фугасов. Но ББ-шка сколько она дает? 3-450. Поскольку это не линкор, с линкора, естественно, было бы меньше. Но, в принципе, какой-никакой урон здесь вылетает и можно пробивать. Я думаю, что подлодка, похоже, пошла на соседнюю точку. Это значит, что... А, нет, кстати, это похоже, что эсминец. Так, давайте будем внимательны, где же тут подлодка находится. Ммм, может быть, она вообще вот где-то здесь вот сейчас прошлась мимо. И на этом все, как говорится. Да, может быть и такое. Ладно, мы с вами пока что не будем сильно приближаться к этой точке. Потому что два линкора, которым, в общем-то, некуда стрелять. Ну, вот это вот вообще, я не понимаю, что там творится. Почему она... Почему она все не идет вперед? Ну, и... Мне здесь не очень, конечно, комфортно находиться. Да. Ну, может быть, можно попробовать зайти на точку хотя бы. Блин, меня, конечно, смущает. Вот этот Тирпиц и Каролина. Ну, ладно. Давайте попробуем. В принципе, не очень далеко у нас до Ирлэски. Опасный момент, как я люблю говорить. Но вроде бы и Каролина, и Тирпиц сейчас находятся от меня не в очень таком опасном, опасной точке. Мы тем временем теряем еще один линкор с той стороны. Две подлодки, два авика. Это, конечно, такое себе. У меня другой интересный вопрос. А что делают наши авианосцы? И, в принципе, на этот вопрос ответа я не вижу. Оп. А это вот сейчас будет мое любимое попадание на все торпеды. Видите эти торпеды? А вот и нет. Хватайте их, кажется, мы сможем выгодно продать их на ПРОУС. Ага. Торпеды справа циля. И это таки не учебная тревога. Так, здрасте. А как бы мне ее тут поймать, эту прекрасную штучку? А, вот она все-таки где, получается, сзади. Ну, это не страшно, ладно. Две штучки мы готовы поймать здесь. Но не более. Так. Теперь мы с вами ищем следующую точку. Расположение этой прекрасной подлодки. Я так понимаю, что где-то здесь она должна быть, да? И пытаемся ее вытащить. Есть еще одно попадание. Все, лодка горит, тонет. Я думаю, что нам даже больше, в принципе, назад и идти смысла особо нет. Потому что, я так понимаю, да, лодка будет уничтожена. И на свое дело с той стороны мы сделали. Ну, в общем, слава богу, что могу сказать. Дело сделано. Мы, в целом, молодцы здесь. Разгоняемся. Разгоняемся. И попробуем сейчас пострелять по терпицу. Почему бы мне этим и не заняться? И попутно хорошо было бы уклониться от торпеды. Конечно, это нам не удается. Типичный турямбоч. Ну, да ладно. Ничего страшного. Так, как видите, мы пока что делали-сделали с одной стороны хорошее. С другой стороны, мы пока не можем ничего сделать с захватом точки. Возможно, мне удастся это сделать. Ну, и никак не могу я активировать мою супербыструю ремку. Мне вот это очень надо сейчас сделать. Но, видимо, не получится у меня сделать это быстро. С учетом того, что на меня сейчас идет еще налет авиаторов. Боюсь, что это может быть чуть больнее, чем я ожидал. Нет, не успеваю я перезарядить все свои истории. Так, тут хорошо. А можно я переживу еще немножко чего-нибудь здесь? Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, пожалуйста. Нет, я уже вижу, что с той стороны заходящие на меня крупные корабли. Возможно, я, конечно, успею здесь развернуться. Но есть подозрение, что уже вряд ли. Но давайте рискнем, понадеемся все-таки на то, что получится. Вроде бы, как бы, да, проходит. Проходит. Но технически-то нет этого толку, опять же, никакого. Потому что я сегодня ничего не могу с этим сделать. Мне никакого бонуса от этого нет. Понимаете, промахивается вражеский линкор. Мне бы пережить бы вот этот заезд. И, в принципе-то, может, оно было бы и неплохо. Так, давайте посмотрим, что у нас по линкорам здесь. 8 километров у нас Тирпиц. Но я, к сожалению, никак не успею здесь отманеврировать. Вот. Потому что все равно здесь уже меня заловили прям конкретно на центре. Но, с другой стороны, посмотрите, насколько прикольно мы здесь сыграли. 53 попадания, уничтоженная подлодка, 2 цитадели, 26 самолетов. Если бы не айфкашущая команда на точке, а, возможно, мы смогли бы сделать что-то большее. В целом, корабль выглядит очень интересно. Имеет свои плюсы. Можно использовать... Мы еще не воспользовались ни торпедой, ни борьбы с трапезарядкой. Не успели. Если бы мне удалось настрелять на Тирпиц и вот этот заполнить счетчик, то мы бы еще и при этом отхилились неплохо. Что, конечно, было бы бонусом. Но, к сожалению, сделать мне этого не удалось. Союзники мне в этом никак не помогли. Я, кстати, еще и точку захватил. В общем, думаю, что это хороший большой успех. Сейчас посмотрим итог боя. Но корабли, сразу скажу, что по уровню сложности из 5 баллов это, наверное, 4 с плюсом. Играть на них непросто. Но если вы хотите новый, бодрый, активный геймплей, то надо осваивать. Потому что корабли действительно могут дать шороху. Но любая малейшая ошибка и ты уже в порту. Ну что ж, несмотря на мои усилия, зеленая команда все-таки смогла слить эту катку. Занимаем мы здесь второе место. Вполне себе достойное. Ну и что у меня получилось настрелять? 28 тысяч урона. С учетом цитадели, как вы помните. Авиаударом десяточку. Пожары, затопление и всего еще понемножку. Честно говоря, прямого урона было маловато. Но за счет захвата точки и разбирания с подлодкой. Это, в общем, отдельная часть удовольствия. Мне удалось показать себя здесь неплохо. В целом, корабли достойные, но сложные. Хотите, качайте, пробуйте. Ждите, пока выйдут в релиз. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами Турямбыч. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока.